Доброго времени суток! Помнится, я вам обещал показать процесс заготовки щей, настоящих щей. Вы помните, все что остальное это называется суп с капустой. Но перед заготовкой щей надо обзавестись инвентарем. В данный момент мне надо сделать сечки. Так как я уже в деревне более 10 лет не живу, у меня все это утеряно. Вот две сечки, основных два вида. Сечка, плоская сечка и сечка Г-образная. Так называемая в простонародье еще воротуха. Сечка, давайте рассмотрим, это у меня самодельная. Я также перед операцией задумался про этот вопрос и сделал вот такую сечечку. Обычно делается сечка с одним лезвием. Я сделал два лезвия сразу. Вот этот штыречек, он очень принципиален. Если не делать этот штырек, то получается вы вот этим конусом уже будете сильно крошево вминать. И с каждым разом вам будет все тяжелее и тяжелее работать. Когда сечка наварена на такой тоненький пруд, облегчается работа. Изначально рубится плоской сечкой. И потом для перемешивания используется вот такая воротуха. Она так в простонародье и называется. Г-образная сечка воротуха. У меня это осталось еще от дедушки. Старая сечка, старинная. Не знаю какого, я тут ее проваривал. И вот маленько подпортил, прожег в одном месте. Она на заклепках изначально, я решил усилить и ошибся. Надо было не трогать. Так, сейчас мы будем с Михаилом Сергеевичем насаживать вот эти сечки на черенки. Все, насадил я сечки. Сечки вот насадил. Здесь я маленечко чуть-чуть косипурнул. Я забыл и хотел вот это место вот досюда. Я лаком хотел не крыть, так как оно будет соприкасаться с самим крошевом. Но в принципе, вроде лак держится неплохо. Если мне что-то не понравится, я наскорую руку его наждачкой оттиру. Ну, это у меня рукоятка из ивы. Черенком толстым вверх, легкая, соответственно, ну, маленькая ива, кривовата, но прочная. На эту насадку я нашел у меня профиль деревянный, как раз 2х2, внутрь подошел. Сечка вот так вот выглядит. Я их всех подрезал, так как мы в бане будем. Я сантиметров по 10-15 укоротил сейчас, так как мы будем рубить в бане, чтобы не стучать в потолок. Вот, ход будет. И вот я вам покажу, нашел дидаровую сечку старинную. Не знаю, каких годов. Это кованая сечка. То есть, ее делал кузнец. Смотрите, все подогнано. Ручечка, все подобрано. Отлично. Она тяжелая, тяжелая. Ей, соответственно, легче вниз рубить, но тяжелее ее доставать из крошева. Вот такая. И бегленько я сейчас вам пробегусь. Еще один вид сечек есть, так скажем, автоматизированных, механизированных больше. Берется вот такое же полотно. Такое же полотно берется от ленточной пилы. Можно чуть побольше. Особо длинных не надо. Сверлится в середине отверстия. Допустим, 7 мм вставляется шпилька. 6 мм затягивается гайкой с этой стороны. С этой стороны затачивается. По вращению по часовой стрелке вот эта сторона затачивается. И вот эта сторона затачивается. Дальше желательно по краям вот так вот пруток пустить железный по кругу, чтобы катку не царапала бочина. И вставляется это дело в дрель. Шуруповерт не тянет, дрель тянет. И спокойненько вот так вот дрелью вы это все дело крутите. Я такую сечку сделал дяде Славе. Себе не успел. Так что у нас пойдет все по старинке. Минутку про сами катки. Про сами катки. Я эти катки нашел. Дедушка как знал, что у меня тут все родственники растащат. И я эти катки нашел в сене. Новые катки. У него были убраны. Катка в катку вставлена. И сеном закрытая. Сейчас сено просто потихоньку старое убираю. И нашел катки. Катки не текут. Я их в понедельник замочил. Вторник, среда они у меня с водой постояли. Постояли с водой. Они все, все дерево набухло. Дерево набухло. Тут я маленько лаком покрыл остатком. Дерево все набухло. Вода перестала течь. А так за ночь где-то сантиметра хорошей катки. За ночь сантиметра два с каток ушло. То есть катки превосходные. Потом в четверг я натопил баню. Затопил баню. В печку поместил железо. Заранее я в среду с леса принес можжевельник. Можжевельник убрал в катке прямо на самое дно. Нагрел в бане горячей воды. Нагрел в бане горячей воды. И залил одну четвертую, одну пятую горячей воды. Сразу фуфаечкой закрыл, чтобы вода не уходила. Можжевельник. Нужно для того, чтобы он имеет антисептические свойства. Для убивания бактерий. Потом в печке нагрелось железо до раскала. Я крюком его опустил. Вместе с водой горячей с можжевельником. И закрыл фуфайками. Плотно-плотно закрыл. И это тепло у меня где-то часов 10 было. Тем самым пропарилось. Все микробы убиты. Потом катки открыл. Все вытащил. Сполоснул. Высушил. И катка готова. Вот сейчас будем приступать к рубке крошева. Ну вот мы приступаем к рубке крошева. Лена у нас моет листья. Режет саму капусту. Приступаем. Миша. Сначала плоскими сетками. Вот. Пошел процесс. Оп. Надо еще так, чтобы дно стараться не ударить. Это я был. Процесс, сразу скажу, не быстрый. Процесс. Долгий. Вот. Такая княкации. Городная гнолсия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока я вышел на перерыв... Сын времени не теряет... Взял сразу три сечки... Процесс не останавливается... Вот это еще, если посмотреть... Это очень крупное крошево... Надо раза в 4 мельче, чтобы оно было... Зелени можно чуть-чуть еще добавить... Оно светловато... Чтобы покислее было... Щи были покислее... Как Михаил Сергеевич? Хорошо... Хорошо, молодец... Все сечки у нас задействованы... Вот сейчас, смотрите, накиданы... Капусты... И вот дедушке насечка... Она старая... Она тяжелая... Вот это как бы... Смотрите... Потяжелее надо вбивать... Вот так... А вот эта сечка прорубает... Она хорошо... Видите, как рубит... Раз... Вот эта сечка... Она чуть-чуть сейчас посладкая... Чтобы надо прорубить... Надо большое вот такое усилие делать... Раз... И она листья поднимает с собой... Вот... Так что сейчас... В первую очередь... Проходим вот этой... Старушечкой сечечкой... Она как хорошо рубит... Она, конечно, потяжелее... Работать ей тоже потяжелее... Но она завтра хорошо прорубает... Этой сечечкой мы начинаем работать... Когда уже... Лист будет... Так скажем... Поразрублен... Эта сечка я вам... Последствии покажу... Она еще... Работает... Хорошо как воротуха... Очень такая замечательная... У меня конструкция получилась... Неплохо... Сейчас вот так... Основное все прорубаем... Разрубаем основное... И теперь уже вот так разрубили... Можно уже приступать вот к этой... Она вот видите... Смотрите... Она как воротуха... Воротуха... Она как должна работать... Она должна слоя перемешивать... И вот здесь вот между... Вот втыкаешь... И получилась такая хорошая конструкция... Что между это самое... Остается крошево... И вот она... Раз... И переворачивается... Нижний слой оказывается наверху... А вот эта сечка... Без воротуха вообще не воротуха... Рубить... Потому что... Она придрамбалывает... Она приминает вот так вот крошево... И получается вам... Нижний слой не разрубить... А вот воротуха... И вот моя конструкция... Не знаю... Как-то сечку назвать... В голову никаких... Нету... Она тоже разворачивая... Вот давайте сейчас я еще... Воротуху возьму... Для сравнения... Вот воротуха... Смотрите... Раз... Она тоже в слоях... Разворачивая... Обычно воротухами... Все не рубят... Обычно рубят... Вот этими сечками... Клоскими... А потом... Когда уже утрамбуется... Крошево... Чтобы перемешать... Слоя... Для равномерного... Рубления... И чтобы легче уже... Рубить... Потому что... Вот она утрамбовывает... Вот эта вот часть... Толстая... Она вот еще... Утрамбовывает... Само крошево... И потом... В конце... Будет уже тяжело... Втыкать... Сечку... А когда воротухой... Пройдешься... Она уже будет... Все прекрасно... Так... Надо еще будет... Зеленого листа добавить... Вот один маленький нюансик... Хочу показать... Вот... Листья моют... Зеленые... Кидают... И я вот... Сам вот этот хрящик... Сам этот хрящик... Выламываю... Потому что... Ну... Во-первых... Быстрее рубить... А... Во-вторых... Если он останется крупных... Он в щах очень долго варится... И... Как бы... Портит весь эффект... Эффект... Хороших щей... Так что я вот этот хрящик... Вот... Вламываю его... Из листа... Из листа... Вламываю... И кидаю... В катку... Вот... Вот... Хрящик... Я его... Мою... Мою... Вот... Таким вот образом... Выламываю... И уже лист... Без толстого... Сейчас мы... Добавляем больше зеленых листьев... Чтоб крошево было покислее... Хрящики отламываю... Сейчас мы сверху добавим листьев... Разрубим их... И уже пойдет финишная... Рубка... Да... С воротухами... С перемешиванием всех слоев... И будем уже мелко рубить... Теперь... Дальше... Вленки... Угу... Дальше... Вленки... Дальше... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот сейчас вот самая та работа воротухой, надо слоя ворошить. Ее втыкаете глубоко, легко вообще за счет тоненьких стержней она втыкается. И вынимаете нижний слой. Когда втыкаете снова, нижний слой, смотрите, остается на поверхности. Замечательная воротушка получилась. Хотя это, ну, вроде, по сути, это воротуха только. Она не имеет букву Д. Надо дать какое-то ей название. Я вот не знаю, какое название. Давайте, друзья, подумаем все вместе, какое дать этой сечечке название. И напишем в комментариях. Просто, смотрите, замечательно. И сравним тут же с воротухой. Вот воротуха, она тоже... Ну, ей как бы надо еще вот так подвращивать, чтобы слоя она вытаскивала. Вот, смотрите, воротуха, вот она выкидывая, да? Она и должна выкидывать тоже. И тем самым ворошить. А вот моя спаренная сечечка. Раз. Какой эффект? Просто замечательный. Уже вы сейчас видите финишную рубку. Еще надо мельче раза в два. И крошева, соответственно, тоже в катке поубавится. Она будет поплотнее. Вот. Такая вот замечательная сечечка. Сейчас по, конечно, вот этой сечечкой полегче работать. Вот этой вытаскивать за счет она того, что вес капусты, вес крошева тащит. И потяжелее, маленечко. Но эффекта у нее больше. Сейчас надо переворошивать, чтобы нигде не пропустить крупный лист. Ну вот, все, крошева готова. Смотрите, вот она такой цвет. Такая вот фракция. Мельче мы решили не рубить. Есть люди, рубятся все мелко-мелко крошева. Ну у нас вот так вот она получается. Теперь сейчас следующая процедура. Надо его переносить уже в катку. Сейчас все увидите. Рабочее время работе, а порядку время порядка. Сечки все намыты. Намыты. Сейчас я их принесу домой. Маслом растительным протру, чтобы не ржавели. И концы замотаю тряпочкой. И уберу это дело уже до следующей рубки под печку подруску. А вот кому идея маленькая, кому надо сделать сечку, вот пожалуйста, очень отлично подходит для этого шпатель. Легкий, прочный. Его просто надо заточить. А как вы его уже прикрутите к ручке, это, как говорится, ваш выбор. Либо приваривайте, либо прикручивайте так к ручке. Ну вот вам идейка небольшая, маленькая. Ну вот теперь сама уже хранение крошева. Вот 10-литровое ведро крошева засыпается. И на 10-литровое ведро ложится горсть именно ржаной муки. И все тщательно-тщательно перемешивается. Она нужна, ржаная мука, для закваски. Таким вот образом все тщательно перемешивается. Ну вот у нас крошева где-то вышла литров 25. Вот так кадушечка заполнилась. Теперь мы делаем следующее. Кружком прижимаем. И ставим под гнет до завтра. И накрываем это дело тканью. У меня для этого используется чистая фуфаечка. Все, чтобы ни грязь, ни ничего не попадало. Это так, а как говорится, завтра будет завтра. Так, ну вот сегодня наступил новый день. И в крошеве вот так вот палкой отсечки, рукояткой наделаны вот такие отверстия. И сейчас надо их залить кипятком. Заливаются в отверстия. Полностью отверстия заливаются. Причем отверстия наделаны. И где-то часик надо подождать, чтобы, так скажем, вся горечь вниз стекла. Все, хватит. Теперь накрывается плотной тканью. Плотной тканью. Катка у нас накрывается плотной тканью. Ну, у меня, как всегда, старая чистая фуфаечка. Используется для этого дела. И дня два-три, в зависимости от погоды, это дело у нас теперь квасится. Через второй день мы пробуем. Пробуем на вкус, как по закваске. Если крошево заквасилось, ставим опять вот этот кружок на место и ставим гнет. В качестве гнета у меня используется вот такой гиря-груз. Все, крошево готово. Ну вот, у нас прошло три дня. Наша крошево простояло. Крошево у нас подзакисло. Это определяется по вкусу. Она тисненькая. Теперь делается следующая процедура. Оно все тщательно перемешивается. Сейчас. Оно все тщательно перемешивается. Перемешали. Берем кружок. Кружок. И прижимаем. Поставили. Прижимаем. Прижимаю я сейчас грузом. Вот у меня вот такая гирька. И эта гирька. Вот сейчас кружок у меня хотя... Сейчас я вам покажу. Он у меня с сороковки сделан. Он толстый. Но от времени он все равно продавится внутрь. И вот эта часть гирьки, она грязная. Она может коснуться рассола. Так что сейчас я пока вот так поставлю. А потом принесу эмалированное блюдо. И поставлю его еще прям в блюдо. Что просола ничего не касалось. Вот сейчас кружок удавило. Практически полный. Так что сейчас я схожу. Это самое. Теперь то же самое. Накрывается. И все. Хорошо. Готово. Ну вот еще часочек. И щи будут готовы.